Я буду живьем показывать всякие вещи на устройствах. Если кому-то не верится или кто-то хочет попробовать самостоятельно, мы можем поменяться местами. Можете меня перебивать, спрашивать, что-то уточнять. Ладно, зовут меня Тарас Брезицкий. Я с 2004 года занимаюсь проектированием взаимодействия. В основном занимался созданием настольных приложений, но был у меня некоторый опыт проектирования корпоративных дашбордов. Решил некоторое время назад влезть в область, которая для меня была совершенно по некоторым причинам неизвестной. Это мобильное устройство. А почему я решил туда залезть? Сейчас расскажу. Некоторое время назад компания Apple представила такое замечательное устройство, как iPad Pro, которое меня сразу заинтересовало по очень простой причине. Во-первых, на своих презентациях руководство компании всячески делало упор, что в отличие от предыдущих устройств, это на новом iPad iPad можно не только просматривать контент, но и можно этот контент создавать. И даже более того, в какой-то степени, вот это прошлое, а вот это, по мнению руководства Apple, будущее. Вот я решил посмотреть, что это за такое замечательное будущее с очень простой и корыстной целью попробовать сделать какую-нибудь программку и возможность заработать на этом денег. Я пошел в магазин, я купил устройство, принес его домой, скачал кучу софта, которые были доступны. Прежде всего, софта графического, по очень простой причине. Я сам много лет занимался графикой, и мне было интересно, каким же образом можно создавать контент на подобном мобильном устройстве. Хорошо. Итак, тема моего доклада «Руки, перья и хвосты». Знаете, вот эта замечательная презентация была создана в программе Apple Keynote, которая есть в нескольких апостасах. То есть есть версия под мобильные телефоны, есть версия под настольные компьютеры и есть версия под планшеты. Как вы думаете, где я ее делал? Вот нифига. Я ее делал на обычном компьютере. Почему? У меня есть точно такая же презентация на планшете. Ее можно открыть. Слишком умно. Если я хочу что-то быстренько поправить в презентации на десктопе, это довольно легко сделать. То есть вот так вот. Если мне нужно что-то поправить на мобильном устройстве, то начинаются проблемы. Потому что проблемы начинаются уже на уровне ввода. Apple все просто работает. Нет, на самом деле, если я попробовал бы редактировать текст, и он не так замечательно глючил, так, все, еще лучше. Отменить, отменить, да. Вот. Как вы понимаете, ввод текста с экранной клавиатуры, это, мягко говоря, развлечение не очень хорошее, но даже если вы попробуете поменять два-три слайда, поверьте на слово, к четвертому слайду желание повторять этот процесс, у вас полностью пропадет. То есть, если же мы попытаемся добавить сюда не просто текст, а добавить какой-то еще контент-презентацию, то вот на десктопе я элементарно могу это сделать. То есть, вот текст, я его быстренько переместил, попробую поправить. Что напишем? Ну, давай напишем ввод. Отлично. Здесь же, для того, чтобы добавить какой-то контент в один единственный слайд, мне придется очень сильно постараться. Во-первых, я открываю специальную панельку, нахожу там объекты, которые мне нужны. Вот этот, в данном случае, текст. Я вытаскиваю его. Смотрите, я точно так же могу напечатать что-то, но на подобную задачу у меня уходит гораздо больше времени. А теперь, если я не дай бог захочу поменять свойства этого текста, мне придется лезть в какие-то дебри менюшек и опять же тратить огромную кучу времени. Ну, то есть, ладно, это версия под планшет. Наверное, сделана компанией Apple. Не обязательно это профессиональное использование. Возможно, есть что-то другое, какие-то еще более интересные примеры. Вот замечательная программа Graffer, график компании Autodesk. Она есть в нескольких вариантах. Она есть как в мобильной версии, так и в настольной. Я сразу скажу, я рисовать не умею, но попробую что-нибудь изобразить. Вот давайте попробуем нарисовать замечательное животное, паучка. То есть, вот у нас будет такой прекрасный паучок. нарисуем ему лапки. Вот, лапки не получились, да? Сейчас. Нам нужно убрать заливку. Убираем заливку. Все прекрасно. Пусть у паучка будет четыре лапки. Заливку мы легко можем убрать, просто выделив. Вот смотрите, на такого замечательного паучка у меня на его создание ушло не так-то много времени. А сейчас, если я попробую сделать аналогичные действия на мобильном устройстве. То есть, я выбираю кружок. Я рисую этот несчастный кружок. Я выбираю пенту. Я рисую лапку. Я... Оп! Это... Думаете, по этим кнопкам легко попасть? Ничего подобного. Они достаточно мелкие. Я рисую еще одну лапку. Ее свойства поменялись. И рисую лапку. Рисую лапку. И теперь, только для того, чтобы мне сделал простейшую операцию под винт, мне постоянно надо переключаться между различными инструментами. Причем, сами по себе контролы достаточно мелкие, но неплохо выглядят на скриншотах. На скриншотах все выглядит замечательно. Но попасть в кнопку не так-то просто. То есть, вот этот самый несчастный тулбар, которым мне приходится пользоваться постоянно переключая инструменты. Это еще я не залез в свойства. Я могу потратить здесь довольно много времени. Это такой замечательный рудимент десктопа, который не совсем сознательные разработчики перетащили нам мобильные устройства, где он совершенно не нужен. Одна из основных проблем с той же самой панелью инструментов какая? У нас огромное количество инструментов, нам надо постоянно для работы менять режимы. Это известная всем профессионалам модальная ошибка. И если худо-бедно я могу компенсировать часть этой ошибки за счет того, что буду использовать переключение инструментов на клавиатуре, плюс мне здесь дает определенную подсказку курсор, то вот такая возможность на планшете у меня отсутствует. В результате я постоянно дергаюсь между различными инструментами и на одну и то же действие, на одну и ту же задачу уходит гораздо больше времени. То есть если я буду дорисовывать этого паучка, мы можем дождаться наверно конца презентации. Итого, замечательный вывод, который мы можем сделать отсюда, это не ноутбук. То есть как бы нам не хотелось, если мы пытаемся разрабатывать какой-то профессиональный графический софт, подходить к планшету как к ноутбуку, изначально неправильная идея. И еще более неправильная идея подходить к планшету как к телефону, у которого просто очень большой экран. Потому что и работаем, и взаимодействуем мы с каждым из этих устройств совершенно по-другому. Вот, кстати, к вопросу взаимодействия. Вот, смотрите, есть такая замечательная программка, Paper, программа для рисования. И каким образом я здесь могу что-то нарисовать. Вот я беру палец, выбираю замечательный инструмент и вот рисую того же самого паучка, да? Как замечательно заметил один мой коллега, пальцем рисуют в основном либо дети, либо дебилы. Но мы же не такие, да? У нас есть прекрасный рабочий инструмент от компании Apple, за который я заплатил целых 100 долларов. Наверное, с его помощью будет рисовать гораздо проще и удобнее. Да, то есть мы можем нарисовать глазки этому паучку. И вот знаете, в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что для приложения не существует разницы между пальцем, между рисованием пальцем и рисованием стилусом. Вот это на самом деле очень интересная вещь. Я вот сейчас смотрю на руки. У меня две руки, большинство из вас тоже. на каждый из рук обычно по пять пальцев. И вот программы вот эти в моем представлении создаются для каких-то странных мутантов, у которых либо всего один палец, либо максимум два. То есть они могут увеличивать картинку. То есть человек, который будет использовать этот планшет, ему не нужно ничего, у него достаточно двух пальцев. Когда я пользуюсь ноутбуком, я использую все десять пальцев. Когда я использую планшет, я зачастую при рисовании том же самым вынужден использовать всего лишь на все один или два пальца. Это не очень хорошая идея. Вот покажу пример следующий. Вот смотрите. Есть не менее прекрасная программа для рисования, в которой я могу точно так же попробовать что-нибудь изобразить. То есть наш любимый паучок. И что происходит, если я касаюсь экрана? Для программы стилус и пальцы это неравнозначные инструменты. То есть разработчики сделали очень небольшое изменение с точки зрения использования инструментов, но при этом мы получаем совершенно другой опыт во взаимодействии. То есть теперь я рисую только карандашом, так же, как я рисую карандашом на бумаге. А руками я взаимодействую с контентом. То есть что теперь получается? Теперь вместо дебила, который водит пальцем по экрану и пытается что-то нарисовать, я уже почти художник, а вот это мой цифровой холст с несчастным паучком, не очень красивым. Но я могу работать с этим холстом практически так же, как обычные художники взаимодействуют с листом бумаги. Вот еще один не менее замечательный пример того, как можно попытаться развить эту тему. Это приложение для трехмерного моделирования. Здесь оно точно так же различает действие стилусом и действие рукой. Причем рука используется для навигации, а стилус используется для рисования. Соответственно, если я хочу что-то сделать с объектом, я могу манипулировать целиком карандашом. Причем в отличие от обычного использования одного пальца или руки, здесь разработчики используют практически все возможности карандаша. То есть они, если мы хотим нарисовать какой-то объект, мы его просто рисуем. Если же мы хотим его модифицировать, мы нажимаем на объект и изменяем его. То есть эти действия происходят за счет регистрации более сильного нажатия. Опять же, казалось бы, незначительные изменения дают совершенно прекрасный результат. Здесь, правда, есть другая тонкость. Подобный кат совершенно невозможно использовать, если у вас нет карандаша. Если вы его сломали, потеряли или почему-то не купили, воспользоваться этой программой не получится. Итак, нравится нам это или нет, у большинства людей не один палец. У нас 10 пальцев, и у нас есть как минимум дополнительные устройства вводы. И знание простейшее о том, что это так, дает нам очень немаленькие возможности. Хорошо. То есть получается, что у нас есть замечательное устройство, которое не является ноутбуком, которое не является мобильным телефоном, и им можно пользоваться при помощи карандаша и при помощи 10 пальцев. Ладно, и что же с ним можно делать? Вот, если мы хотим попытаться нарисовать какой-то макет сайта, что мы будем делать? Большинство людей возьмет вот это прекрасное устройство, это лист бумаги, и начнет на нем что-то рисовать. То есть вот прекрасная картинка, вот у нас заголовок, вот текст. Круто, да? Мне тоже нравится. У меня есть разные маркеры, я могу разного цвета текст вставлять, я могу поменять картинку, это не так-то сложно. Более того, у меня есть шикарная функция отмены. Смотрите. Круто, да? Ну, и если этот макет показался мне недостаточно красивым, я делаю следующее. У меня новый лист бумаги. А вот теперь посмотрим, если мы возьмем все ту же прекрасную программку Paper и попробуем на ней что-то изобразить. Точно такой же макет. То есть вот у нас картинка, я сейчас даже поменяю цвет. То есть вот у нас заголовок и вот у нас текст. Собственно, что я получил? Если я хочу поменять заголовок или если я хочу поменять вот эту самую картинку, что я буду делать? Я возьму инструмент, известный нам как стерка, удалю и нарисую заново. Как видите, этот процесс не сильно отличается от процесса рисования на бумаге. И вот у меня, честно говоря, возникает один вопрос. На кой фиг мне нужно устройство за тысячу долларов, которое делает то же самое, что лист бумаги и пачка фломастеров, которые стоят меньше 10 долларов. А, кстати, знаете, как нарисовать прямую линию на планшете? Показываю. Опа! Циркуля у меня нет. Очень опасный трюк. Видите, я могу взять лист бумаги, я могу взять линейку и нарисовать такую же прямую линию. Это очень круто, да? В принципе, немножко мне программа помогает. То есть я могу взять и воспользоваться специальным хитрым инструментом, который немножко сгладит те фигуры, которые я рисую. Они все равно будут кривыми. и мне точно так же очень сложно будет внести изменения. Я как с листом бумаги возьму какую-то линию, я ее буду перемещать, могу ее немножко подвинуть, могу вырезать, могу замазать, но для минимальных изменений, так же, как и на бумаге, мне придется этот рисунок выбросить и нарисовать новый. Что тоже, знаете, как-то не очень здорово. А что если мы сделаем очень простую штуку и попробуем действительно совместить преимущества вот этого замечательного устройства с вот этим замечательным устройством. То есть все дизайнеры практически рисуют на бумаге. Очень часто скетчи мы делаем на бумаге. Это легко, просто. То есть для того, чтобы нам что-то быстро набросать, нам не обязательно тащить с собой ноутбук, открывать ноутбук, ждать, пока этот несчастный ноутбук загрузится, искать какую-то программу. Нет, мы просто достаем лист бумаги и начинаем рисовать. Но вот у листа бумаги есть одна замечательная проблема. То, что уже нарисовано на листе бумаги, довольно сложно изменить. А что же, если мы попробуем сделать так, чтобы что нарисованное на бумаге менялось. Сейчас я покажу пример одной замечательной программы. это AdapCamp. Я бы в жизни не думал, что я буду хвалить продукцию компании Adobe. Попробуем нарисовать тот же самый макет, который я демонстрировал до этого здесь. к сожалению, придется использовать либо стилус, либо палец, потому что программа точно так же не различает их по функциональности. я рисую картинку, я рисую заголовок, я рисую блок текста. Сколько у меня времени на это ушло? Немного, да? И вот, знаете, в отличие от бумаги, я могу эту картинку очень быстро поправить. Я могу даже продублировать эту колонку. Времени на все эти действия у меня практически не уходит. И самое замечательное, что программа не морочит мне совершенно голову своими сложностями, а пытается подстраиваться под тот процесс, который я уже умею, под те действия, которые мне привычны. Что, на мой взгляд, как раз идеальным вариантом использования устройства. То есть, в принципе, у большинства программ для создания графического контента есть крайне серьезный недостаток. Они проигрывают бумаге. То есть, с дорогущего устройства с дорогущими аксессуарами и с недешевым софтом в результате проигрывает банальному листу бумаги, на котором сделать можете совершенно то же самое, потратив зачастую меньше времени и уж точно потратив гораздо меньше денег. Ладно. Я рассказал о том, что это возможно за устройство, как мы с ним взаимодействуем и какое направление для создания продукта в будущем можно будет использовать. А теперь с вашего позволения небольшая демка. Она вполне возможно будет глючить. естественно. Так. Меня устраивает старая сборка. Вот, глядите. если я хочу что-то нарисовать, я рисую карандашом. При этом рисовать пальцем у меня не получается. Почему? Так же, как и в случае с бумагой, карандашом я рисую. Так. Не видно бумагу. Смотрите. Карандашом или ручкой я рисую, а рукой я взаимодействую с объектами. Здесь то же самое. Карандашом я рисую, рукой я взаимодействую с объектом. При этом если у меня по какой-то причине нет карандаша, не обязательно городить для этого какие-то хитрые штуки. Всегда можно переключиться в квази-режим и нарисовать фигуру пальцем. Ну, не так, конечно, эффективно, но рабочее решение. Хорошо. Как мне удалить теперь нарисованные нот, если мне не нравится вот этот прекрасный прямоугольник, то есть два варианта. Первое, наша любимая функция отмены, а второе выглядит вот так. Вот, давайте попробуем сделать то же самое. Опа, ушло, здорово, да? Хорошо. Давайте продублируем этот прямоугольник и я сейчас еще раз покажу, как программа позволяет человеку, делает за человека какие-то действия, позволяя экономить ему время. то есть вот. Я хочу выровнять эти прямоугольники, вы точно знаете, что они одинаковые по размеру. Вот мы можем сделать вот так, мы можем протыкать их все и проверить. На это уходит время. это не очень элегантное решение. А что если мы сделаем следующее? Смотрите. Теперь я знаю, что они равны по высоте, синие линии подсказывают мне, что они идентичны и по ширине, а зеленые гайды дают мне подсказку о том, что и расстояние между ними абсолютно одинаковое. То есть я как человек не морочусь какими-то деталями, которые за меня делает приложение. На самом деле довольно удобно. А если я захочу выравнивать эти штуки по классическим направляющим, как в обычном софте, что мне сделать? Я перехожу в режим редактирования направляющих. И как я их получу? Правильно. Я их нарисую. Вот у меня направляющие. Я могу ее перемещать. И я могу выравнивать фигуры относительно нее. Мне не нужно лезть в какие-то дебри меню. Мне не нужно лезть в режим редактирования. Все доступно здесь и с минимальным количеством визуального мусора на экране. Собственно, вот. Надеюсь, из моего рассказа вы узнали хоть что-нибудь интересное для себя. Возможно, кому-то это что-то поможет. Если не помогло и ничего интересного не узнали, то, надеюсь, было просто нескучно. У меня все. Если у вас есть вопросы, задавайте. Спасибо. Первая программа это AdaptComp. Последняя программа это прототип того, чем я занимаюсь сейчас. У нас сегодня на самом деле срыв покровов. Тарас показывает продукт, который еще не то что не анонсирован, он вообще никому не известен. Вы первые, кто его видите. Тарас даже говорил, что даст потрогать. Да, если есть желание поиграться, подходите, я вам все покажу. Так что проводим неузабильность тестирования в онлайн-режиме. Привет. Вопрос такой по поводу твоей программы очень действительно заинтересовала. Идея отличная. Пока это начало разработки, я так понимаю. Ты показал две функции и действительно говоришь, что нет меню, не надо лезть в какие-то дебри и так далее. Как правило, в том-то и дело дебри появляются, когда добавляются функции. Как ты планируешь расширять функциональность? Какая идея, в чем плюс именно будет твоей программы? То есть несомненно, новые кнопки появятся, новые функции появятся, но общий подход останется неизменным. То есть первый момент, который я понял уже тогда, когда появились самые первые прототипы, после того, как вы понимаете, что вы можете нарисовать фигуру и программа ее автоматически преобразует в объект, с которым вы можете взаимодействовать, вы не сможете рисовать нигде больше. То есть после привычной нам бумаги, где вы можете что-то изобразить, а потом внезапно это что-то становится редактируемым, вы не сможете использовать программы, в которых подобной функции нет. То есть рисовать прямоугольники по точкам или искать инструмент, вставить прямоугольник, вытаскивать его с панельки, потом делать resize. Точно так же не изменится сама по себе концепция. Рисуем мы карандашом, работаем руками. То есть аналогия с бумагой точно такая же. Мы используем инструменты для рисования, все остальное мы делаем руками. По поводу вопросов, не возникнет ли огромное количество лишних кнопок и прочих вещей. Могу сказать, не возникнет. Я над этим работаю. Концепция вот то, что как работают две этих иконки, ты на них нажимаешь и пока ты держишь, то у тебя появляется дополнительная функция. Квази-режимы это принципиальная вещь, которую я не совсем понимаю, почему не используется очень часто в подобном софте. Ясно, спасибо. Вопрос на честность. Все-таки у тебя осталась бумага, когда ты разрабатываешь, работаешь над программой, либо же ты полностью перешел как докфуд именно в свою программу. Нет, если речь идет... И какой сплит у тебя, по сути дела, получается в процессе творчества и в процессе фикса уже задумок и реализации. То есть прототипом я пользуюсь постоянно. Это понятно. Само собой. Если мне нужно нарисовать что-то сложное, я использую ноутбук или графическую станцию. Если мне нужно просто проиллюстрировать идею, то тут, к сожалению, прежде всего бумага, причем бумага именно блокнот. Потому что по очень простой причине в карман штанов вот эта штука не влезет. То есть, по сути дела, все равно мы остаемся приверженцами бумаги. А если уже мы хотим красивости, то тогда не совсем. То есть один из моментов, который я пытаюсь донести, это в том, что не надо соревноваться с устройствами, которые изначально имеют совершенно другой потенциал. То есть, если мы влезаем в разработку софта под планшеты со стилусами или какими-то еще дополнительными устройствами и будем делать вид, что это ноутбук, мы всегда проиграем ноутбуку по мощности, по возможностям, по скорости работы и по огромному количеству других параметров. Я же предлагаю соревноваться прежде всего с бумагой. Да, полностью бумага никогда никуда не уйдет, но концепция цифровой бумаги, то есть совмещение достоинств листа бумаги с цифровым носителем, мне кажется, наиболее правильной. Еще раз спасибо вам за квази-меню, квази-подход и мощные идеи. Спасибо еще раз за доклад. У меня возник такой вопрос, я смотрю, у вас большой опыт управления пером, а если скажем так какие-то перспективы управления, которые, может быть, вы отметили не в графических программах, какой-нибудь плюс пера? Плюс пера прежде всего в том, что у него достаточно тонкий кончик и можно попасть по каким-то кнопкам, которые не очень умные создатели сделали слишком маленькими. Это раз. Плюс никто вам не мешает, например, сделать не графический, а звуковой редактор, который бы использовал возможность следующей возможности пера. Вы можете сделать, повесить какую-то функцию на изменение угла наклона раз и на нажатие. И при этом здесь ничего нет. Спасибо. Как только вы перестаете воспринимать планшет как стекляшку, в которую вы просто тыкаете пальцем, у вас появляется огромное количество возможностей для добавления новых каких-то функций без значительного усложнения интерфейса того же самого. И самое главное, полностью меняется ощущение взаимодействия. Как только голова понимает, что вот это один инструмент, а вот это другой инструмент, происходят довольно интересные метаморфозы. Это просто надо достаточно взять и посмотреть софт, который использует и перо, и тач-нажатие и попользоваться им хотя бы минут 20, после этого вы назад на тыканье одним пальцем уже не пересядете никогда. Спасибо большое. У нас был вопрос. Да, у меня вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за презентацию. Вопрос следующий. А проводилось ли какое-либо исследование целевой аудитории в плане того, насколько удобно и насколько большая аудитория будет по использованию вашего продукта? То есть возможно дизайнерам будет неудобно переходить на планшеты с бумаги и какое дальнейшее использование собственно? Хороший вопрос, правильный. То есть во-первых целевая аудитория это я сам. То есть прежде всего я делаю для себя. То есть я 8 лет хотел сделать такую программу и наконец-то у меня появилась возможность. Поэтому я сел за ее разработку и делаю ее прежде всего для людей, которые хотят попробовать отказаться от ноутбука как средство быстрого создания каких-то скетчей и контента, но те, которые понимают, что бумага недостаточно гибкий инструмент. То есть преимущество планшета в чем? Его не нужно долго загружать упорно. То есть вы его достали из сумки, он уже готов к работе, вы можете нарисовать, убрать в сумку и всего вот этого огромного верхеда полноценных компьютеров здесь нет. С бумагой тоже самое. Бумага не даст вам таких возможностей для быстрого редактирования. То есть для того, чтобы сделать то же самое, что я сделаю на планшете за пять минут, вы изведете целую пачку бумаги. Про целевую аудиторию. Я пообщался с людьми, которые занимаются созданием скетчей и каких-то прототипов приложений и сначала объяснил им концепцию, потом показал прототипы. В принципе существует огромное количество людей, которые рисуют даже просто вайрфреймы на обычном компьютере. Их заинтересовал продукт именно с позиции того, что у них появляется возможность редактировать и проверять гипотезы и делать какие-то быстрые наброски там, где компьютер использовать невозможно. А если это профессионал, то получается упущенное время, оно стоит денег. Тарас, если я правильно тебя поняла, ты делаешь свой продукт для проектировщиков интерфейсов. Да, это прежде всего скажем так, это никогда не будет графическим редактором типа фотошопа, но это будет приложение, при помощи которого в идеале можно будет создавать и быстро редактировать скетчи, проверяя какие-то гипотезы. И я надеюсь, через некоторое время можно будет создавать интерактивные прототипы, которые точно так же можно быстро нарисовать, быстро на ходу проверить и быстро выбросить. То есть вместо того, чтобы тратить несколько часов на работу на компьютере или там десятки минут на работу на бумаге, я могу потратить несколько минут на проверку гипотезы прямо сидя на диване. Да. Спасибо. То есть продукт делается для всех нас. Я надеюсь, что мы скоро его увидим. Я тоже. Ни за что. Ни голосового управления, ни рулевого управления там не будет. Тарас хотел сказать спасибо огромное за доклад. И меня интересует следующий вопрос. Проводились ли какие-то исследования на национальные особенности каких-то жестов либо методов, которые люди используют. К примеру, вы зарисовали просто картинку, она исчезла. А все ли так будут делать? К примеру, есть люди, которые берут что-то, текст в скобочки, это значит, что у тебя не считайте. Кто-то зачеркнет одной линией, это считается тоже ошибка. Поясню. Как это будет? Выглядит это так. Я беру планшет, даю пятилетнему ребенку и один раз показываю. Все, вопросов дальше нет. И не планируется какого-то обучения? К примеру, я хочу, чтобы ваше приложение на меня, на мои определенные действия вешало определенную функцию. Планируются или не планируются такие вещи? Ну вот смотрите, к вопросу работы с фигурами. Я могу просто, если я захочу нарисовать прямоугольник на листе бумаги, я его возьму и нарисую. То есть, вот я взял его и нарисовал. Я один раз показал вам этот прямоугольник, вы его тоже нарисуете. То есть, я не думаю, что надо людей учить рисовать прямоугольники, а плюс я пытаюсь сделать так, чтобы большинство действий было как можно более привычным тем людям, которые рисуют на бумаге. Планшет очень мобильная и удобная штука относить с собой, где-то что-то протетипировать, но он опять-таки не маленький. Как вы будете работать с квазирежимом одной рукой? Так как второй вы, вероятнее всего, его будете держать, потому что на ходу вряд ли у вас попадется под рукой стол, на который вы сможете его положить. Ну, во-первых, действительно вариант на коленке, он всегда рабочий. Во-вторых, честно скажу, я ни разу не пытался что-то рисовать во время бега, во время пробежки или прогулки. С листом бумаги то же самое ничего не получится, я вас уверяю. То есть, у вас вряд ли выйдет держать в руке лист бумаги, бежать 10 километров и что-то там рисовать. Дело не в том, чтобы бежать, то есть, одной рукой держите, одной рукой держу, да. То есть, вот, у меня большинство функций доступны под большой палец. Я держу и зажимаю кнопку, все. Спасибо. Еще один такой маленький вопрос, но, скорее всего, более технический. Как дело обстоит с одновременным касанием пером и рукой, то есть, когда человек опирается рукой на экран? Есть функция Palm Rejection, она встроена в операционную систему. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ